много людей спасибо большое организации миксарец за предоставленную возможность у нас сегодня очень интересная тема да мы я бы хотел сразу же вот открыть слайды и начать сразу с места в карьер сейчас секундочку только расширю экран сейчас видно экран видно окей значит сразу начнем с вопроса с места в карьер как вы считаете что самое главное семи перечисленных ниже вещей необходимо иметь для того чтобы чувствовать счастье удовлетворенность от жизни здесь написано 7 таких аспектов нашей жизни для того чтобы иметь чувство счастья и удовлетворенность даже понимаем что чувство счастья это для каждого что-то свое означает абсолютно понимаем вот что для вас означает чувство часть удовлетворенность от жизни как вы считаете из вот этих вот 7 пунктов что самое главное я их сейчас зачитаю потому что некоторые подсоединились по телефону и возможно у них нет возможности это видеть первое это классный отдых и расслабление цифра 1 цифра 2 интересная работа и реализация себя 3 качественное отношение и любовь 4 достаточно большая сумма денег 5 хорошее здоровье 6 постоянное обучение и развитие 7 хорошее имя и популярность то есть какой из этих семи пунктов вы выбираете да те кто по телефону тогда еще раз быстро 1 классный отдых расслабление 2 интересная работа реализация себя 3 качественное отношение любовь 4 достаточно большая сумма денег 5 хорошее здоровье 6 постоянное обучение и развитие 7 хорошее имя и популярность пока вы отвечаете в чате пожалуйста просто писать в чате поставки какую-то цифру куда от 1 до 7 то что вы считаете у вас есть пару минут я просто для тех кто нас не знает быстренько представлюсь расскажу про нас мы вместе 26 лет у нас семеро детей старше 24 младше 4 годика один внук мы сами из москвы потом 11 лет жили в америке сейчас уже 7 лет живем в израиле вот такая вот у нас интересная география обширная иерусалим москва и филадельфия иерусалим и сурале я закончила московский медицинский институт врач-невропатолог по образованию училась в самых лучших школах мировых гомеопатии в индии в греции я закончил физмат школу московский студ стали сплавов экономические факультеты и мб и кинстон университет лондоне вот мы последние скажем 20 вот сколько мы знакомы и даже до этого уже лет 30 на интересуемся все что связано с психологическим консультированием с психологическим консультированием с психологией с коучингом вот это это наши интересы вот есть ответы уже и последнее просто хотел сказать что то чем мы занимаемся мы очень любим очень любим это просто наша жизнь мы считаем что это сильно повлияло вообще на развитие нас как личности и нашей семьи всех членов нашей семьи да и мы много работаем над этим и нам это нравится вот еще мы сами тоже продолжаем все время учиться вот недавно прошли курс там семейного консультирования до этого я тренеры на упи сейчас проходит такой так скажем тренерский курс и практик то есть мы этим все время интересуемся и занимаемся и имеем пользу для себя для своей семьи и готовы этим тоже делиться на считаем что это очень важно постоянно пребывать в этом состоянии обучения сразу хочу сказать что на все вопросы которые будут возникать где-то у нас минут 40 будет длиться наш вебинар потом мы где-то минут 20 25 полчаса сколько нам дадут времени ответим на вопросы поэтому вопросы можете сразу писать в чат как только они возникают чтобы не забыть мы потом немножко по чату вернемся и на все постараемся ответить вот то есть вопросы не думайте что если вы пишете вопросы на их не замечаем все нормально в конце ответим так значит появляются у нас уже ответы давайте посмотрим 3 3 2 3 5 5 6 2 3 5 2 ну вот это очень интересно еще у кого-то что-то все да давайте дальше пойдем значит смотрите мы сейчас начнем с того что на этот вопрос ответили исследователи психологи из гарвардского университета уникальное исследование было проведено 75 лет она длилась 1938 года в том году в 1938 году отобрали в америке в бостоне 7024 человека для этого исследования 456 из бедных семей таких совсем и вот 268 из выпускников гарварда то есть очень такое понятно и на социальной лестнице стоять достаточно высоко люди и потом пошли дальше работать и и развиваться да вот чтобы совершенно разных людей собрали там вот им было всем лет по 18 20 в 38 году до 2014 года когда в общем и целом уже это исследование завершилось всего там около 60 участников основном дожила но уже исследовали там 2000 детей и так далее то есть это самое обширное такое долгое исследование было самый главный вопрос который там много вопросов исследовалось самый главный вопрос который их интересовал это что же главное и критически важно для того чтобы люди чувствовали счастье удовлетворенность от жизни да и здесь конечно думали что будет совершенно разную были уверены что деньги и интересная работа все что вы там помечали конечно это было важным но критически важным и действительно главным это то что вот четвертый директор этого проекта роберт лодингер сформулировал в 2014 году абсолютно четкий вывод у них был что 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 качественные хорошие отношения это три пункты делают нас более счастливыми и здоровыми то есть важно что не только счастливыми но и здоровыми здоровыми как физически так и эмоционально на что еще интересно они только в последние годы добавили стали выяснять у их уже стали спрашивать вообще-то уже активизировали тоже как участников этого эксперимента что и жена наконец сказали когда жена наконец у нас взяли то есть это уже когда они стали уже получать какие-то выводы они уже присоединили и брали информацию джон да потому что они когда они поняли что направление все-таки идет хорошие отношения до качественные это очень важно качественные хорошие отношения любые отношения делают нас счастливыми но качественные хорошие да это мы разберем немножко похоже как это и что вообще наш вебинар он если коротко так говорить мы хотим с точки зрения одного из системных исследователей этой темы одного из потому что это обширная такая да тоже тема отношения много там есть разных исследований мы хотим с точки зрения одного направления посмотреть что же препятствует какие самые главные препятствия построению вот этих здоровых отношений да это очень важно и для понимания для построения семьи и конечно же позитивном плане тоже какие принципы важны для построения отношений разберем один из принципов более детально вот значит с этим если все понятно идем дальше если вопросы есть пишите будем в конце отвечать следующий вопрос такой вот это исследование как с городского института но на самом деле у нас есть источники еврейские которые еще три тысячи триста тридцать два года назад когда мы получили тору на самом деле все это уже было у нас есть было есть записано с четкими совершенно такими выводами и утверждениями да и давайте вас есть два вопроса тоже попрошу вас написать в чате кто как думает где в туре мы находим первое создание возможности взаимоотношений с другим человеком да и где мы находим прямое указание про то как эти взаимоотношения нужно выстраивать вот такие два вопроса где в торе мы находим первое создание возможности всевышним для таких отношений и где мы находим в торе прямого указания про то как эти взаимоотношения нужно выстраивать какой принцип это кто-то берет вот такой вот карандаш хорошо так давайте посмотрим напишите пожалуйста как вы думаете где мы первый раз встречаем в торе про саму возможность вообще взаимоотношений да как когда они появляются и как эти взаимоотношения нужно выстраивать что в торе указывает на это какое какое выражение может быть какой принцип какая заповедь все что вы думаете про это так никто не пишет ничего либо вопрос очень тяжелый либо просто стесняемся да может быть мы может стесняетесь вот а там решил с хавой говорит жене четко повеление не добавляет себя 1 когда людей стало больше чем один проявление хавы прицел к взаимоотношений когда сара выгнала агарь адам и хава и да смотрите вы написали абсолютно разные моменты вот дина и мать тебя бы написали примерно об одном и том же один и только добавила еще что принципы за отношения в и далек б б б и что до прилепись к жене своей действительно действительно это все это правильно абсолютно то что вы пишете абсолютно правильно то есть это только лишний раз подтверждает нам о том что в торе на самом деле практически вся торопро не пронизано выстраиванием взаимоотношений между людьми да вот самого самого начала после появляется человек всевышний говорит что они хорошо быть человеку одному создадим до человека помощника до напротив него и значит возникает два человека адам и хава это конечно же первое так скажем создание возможности вообще взаимоотношений да то есть что человеку не хорошо быть одному оказывается еще до того как их разделили на вот хава создано чтобы совершенствовать адаму совершенно верно да то есть она не создана помощником мудо к ноге к ноге до смотрите это да а прямое указание про то как эти взаимоотношения нужно выстраивать понятное дело что не нужно добавлять и так далее это очень такие детали до этих взаимоотношений но самое главное самое главное прямое указание про то как это нужно выстраивать сейчас мы немножко уберем чат да и вот ради акива говорит что кто кларь гандоль батура это возлюбить ближнего своего как самого себя в автали иреха камоха то есть на этом все стоит пробег его считал что почему это большое правило он считал есть спор в талмуде какой пасут в торе в хумаше письменной торе самый главный вот самый такой фундаментальный равнышемен гемлиель считал что это шма-исраэль действительно человек это перед смертью там говорит два раза в день мы это говорим это такое повеление на заповедь историю читать отпосок два раза в день утром и вечером и понятное дело вот рабе акива считал что самый главный постулат заповедь которую в торе написано это возлюбить ближнего своего как самого себя и на этом все строится на этом все строится вот поэтому в торе конечно же у нас есть вот этот вот фундамент на который мы опираемся до при построении любых взаимоотношений любые взаимоотношения особенно конечно же взаимоотношений между мужем и женой то есть любовь это построение это кайф это и работа это то чем нужно заниматься и мы поняли из гарвардского исследования что и ученые это подвиждают да то что в нашей торе написано что отношения это то что приводит к счастливой жизни оказалось не деньгами работаем да вот и даже не само развитие а именно взаимоотношения даже когда мы учимся и что-то познаем это всегда через взаимоотношения на с учителем с хеврутой с детьми и неважно ты учитель или ученик ты все время и учитель и ученик это всегда взаимоотношения везде взаимоотношения присутствует во всех тех вещах и если мы не построим правильные взаимоотношения все остальное у нас не выстраивается мы не получаем удовольствие от этого это мы говорим сейчас не от себя не то что мы придумали да это говорит нам тора это говорит нам исследования которые были уникальные пределены в течение 70 или вот значит как я вам сказал уже мы решили взять одного из так скажем столпов психологии гуру джон мордахай готман мало кто знает что у него второе имя мордахай это только если вы залезете там в интернет поищите там это будет написано религиозный человеком виде он в кипе вот папа его даже был раввином в вене он два раза разводился да третий раз он женат уже 30 лет он до сих пор жив в 2007 году вошел в список десяти лучших психотерапевтов 25-летия по версии журнала секретарь пире нейтворкер это один из главных журналов таких в америке до психологических 200 ночных работ сорок книг в чем его фишка так скажем он создал лабораторию любви это произошло достаточно достаточно давно какому-то 1974 году по моему это сделал сам возглавлял 16 лет и и дальше она продолжила уже без него эту работу но он там тоже участвовал в этом проекте 700 пар было исследовано такая комната была и там жили 60 пару жили постоянно сменяя друг другу он за ними наблюдал чтобы понять что же делает взаимоотношения какие есть препятствия для построения сильных взаимоотношений и какие принципы на каких принципах строится счастливая семья вот опять же многолетние исследования уже с прямо внедрением в эти семьи то есть практически наблюдением прямым как что происходит и почему и что из-за диалогами потом расшифровки этих диалогов и здесь уже детально заходили они поэтому взяли это если на очень интересное в конце этого исследования смог с вероятностью 87 процентов дать прогноз новым парам произойдет ли развод в первые пять лет то есть это он только такое считается гуру просто да вот есть какие-то действительно проблемы особенно на первых вот пяти десяти годах совместной жизни он мог очень четко это определить и здесь очень интересно он выявил четыре так называемых всадника ведущие к разрыву отношений почему всадника потому что вы знаете у нас еврейской тоже есть традиции такой такая метафора где человек сравнивается со всадником да где всадник это разум человека а лошадь это или конь это так скажем его желание да и если человек не может удержать свои желания да если какие-то порывы так скажем не контролирует их разуму то это конечно может привести к разрушению вот и к разрыву отношений поэтому очень важно вот этим всадником держать это под узду на держать управление управление этим конем и вот у нас есть вот эти четыре дамы садника это четыре так скажем таких пути которые ведут к разрыву отношений которые губят любовь да и то есть от этого нужно полностью избавиться первое у нас это критицизм и что это тогда что это такое это когда есть это нормально когда мы на кого-то обижаемся да и как-то реагируем и мы расстроены и так далее это совершенно нормальная реакция но чем отличается просто недовольство такое кратковременное от критицизма критицизм это постоянное недовольство и когда все время человек недоволен как бы чтобы не делали все равно недостаточно все равно недоволен и человек когда высказывается говорит он всегда приносит такие слова как ты постоянно ты всегда как обычно никогда никогда нет порядка никогда нету ты всегда так делаешь ну там не знаю какая то такая например что ты никогда не отвечаешь на на телефонные звонки никогда не не реагируешь на мои смс сообщения я же иногда реагирую иногда беру телефонный звонок очень редко я ужасно я нервничаю я все это жду и мне ну как вот вчера ты мне три раза звонила я все три раза брал трубку это очень редко бывает ну как редко вот вчера нет ты обычно никогда не отвечаешь полностью игнорируешь до тебя нельзя положиться ты может быть я там не знаю что-то случилось до тебя невозможно дозвониться мы немножко проиграли да понятное дело что мы сейчас проиграли такую сценку да но на самом деле это действительно уже человек с негативом как бы да он приходит в разговор с негативом да с такой критикой которая на самом деле может быть не отвечает фактам да если немножко покопаться как бы то вчера было и так далее а он вспоминает окажется что было там три месяца назад ну и дальше когда там действительно было да целый месяц не брал а теперь как надо да то есть если туда мы нам надо избавиться от критицизма то а как чем это заменить потому что есть ситуация когда недоволен это абсолютно нормально и естественное желание сказать высказать какие-то свои так скажем какие-то претензии которые не согласия непонимания но мы это используем совершенно по-другому да вот тут написано используем мягкое начало разговора и еще такой момент тоже есть такое достаточно серьезное направление для развития коммуникации для построения отношений это маршал Розенберг язык ненасильственного общения это тоже еврей из Бруклина и он именно мастер ведения переговоров самых разных конфликтных острых ситуациях ненасильственным образом только разговоров так вот он предлагает как раз использовать такой язык я сообщение ты сообщение то есть во-первых используя мягкое начало разговора как это можно сказать смотри когда я не вижу что ты реагируешь на мои звонки и на мои сообщения я ощущаю что мне сложно полагаться на тебя я ощущаю что я одна я чувствую что нет поддержки да то есть и тогда у человека нашего партнера есть шанс что он это услышит не просто услышит как бы а именно услышит и это как бы примет поймет это не обязательно что как он правильно отреагирует примет это до какой степени но то есть он примет это я не знаю что он сразу исправится это тоже такой очень важный момент но он по крайней мере это путь когда человек может услышать потому что да у нас это мы как раз можем перейти плавно к защитному механизму когда человека обвиняют и начинают на него как бы наезжать естественно реакция что он начнет защищаться и просто подвести как бы немножко итог поиспользуя мягкое начало для разговора вот это я сообщение ты сообщение то это мы говорим что я ощущаю что я чувствую в данный момент говорю это спокойно сохраняя свой внутренний баланс я говорю чем я недовольна абсолютно убирая своего лексикона слова всегда как обычно постоянно и так далее да вот эти такие обобщающие слова никогда везде да ну вот до такого плана вот эти слова мы полностью должны убрать а заменить на что я ощущаю и чувствую в данный момент времени и какие потребности например да еще такой следующий как бы шаг показать какие потребности были нарушены например я ощущаю что мои границы были нарушены и так далее да какие то вот такого главные вещи и мы переходим к следующему всаднику это защитный механизм что такое защитный механизм когда человек защищается есть только в принципе два пути что такое защиты или я убегаю ну если на меня нападают кто-то сильнее и там не знаю умнее и так далее какая моя я могу просто убежать куда-то ушла убежала из дома уехала в другую страну я не знаю просто ушла в другую комнату и закрылась туалет или ванну это уже такой момент то есть это вот защитный механизм когда ты просто защищаешься ты не можешь выдержать этого всего а второй это самый лучший способ защиты это нападение да то есть тут же сказать а ты сам виноват а ты сам это не сделал и тогда вот это называется вывернуть вместо того чтобы признать да и как бы вот это противоположный путь уметь признавать свои ошибки брать ответственность за то что ты сделал а ты сам вчера опоздал а ты сам вчера не сделал то-то и то-то а ты что не знаешь вчера кому я готовила ты посуду не помыл ребенка спать не уложил и еще потом я значит виноват что ты опоздал ну вот как бы вот такой момент защитный механизм то есть а когда что то как вообще правильно просить прощения как вот правильно признавать ошибки вот таким образом да ты берешь ответственность что-то произошло нужно просто сказать да это это моя ошибка и я за это извиняюсь все как только вы начинаете объяснять причем с три короба 250 причин почему вы это сделали или почему вы оказались в этой ситуации у другого человека тут же возникнет ощущение что он вообще ну как бы во первых что он виноват и он не ощущает что у него попросили прощения вообще потому что ты же вот так все выкрутишь и скажешь что это ты начинаешь это все объяснять как только вы если вы просите прощения после этого начинаете объяснять свои мотивы свои действия и так далее это тоже вот это защитный механизм мы начинаем оправдываться другой человек совершенно не получил удовлетворение того что он признал свои ошибки извинения что человек не принял свои ошибки и таким образом как бы да, возникает конфликт вместо того чтобы его нейтрализовать здесь я бы добавил еще что вот все эти четыре всадника немножко вот занимаемся сейчас этим да, четыре вещи которые действительно приводят к разрыву взаимоотношений и их нужно избегать потому что на самом деле общее у них одно они не приводят к тому что что люди соединяются вместе что они любят друг друга это эти четыре вещи если они используются даже некоторые из них они приводят постепенно как знаете вода камень точит они постепенно приводят к тому что образуется дырка маленькая взаимоотношениях разрыв больше 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 и потом вообще может быть просто полный уже разрыв поэтому они незаметные они маленькие и могут кому-то показаться неважными потому что ну чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь да я здесь защитилась здесь там защитился здесь покритиковал немножко нужно тоже недовольство свое выразить вот так и все но на самом деле вот Джон этот Готман пришел к выводу ну вся его команда что вот эти четыре вещи если они присутствуют в семье особенно в первые там да он говорил так скажем первые годы первые годы да чем дальше тем они меньше уже да но все равно большой очень процент 90 процентов первые пять лет если эти вещи присутствуют неминуемый разрыв будет взаимоотношения 90 процентов вероятность это очень большая вероятность и я хотела бы еще как вернуться да защитному механизму что это такое что для вас важно быть правым или быть счастливым да это как человек едет за рулем по главной дороге и видит второстепенной выезжает машина она вас не видит и вы если произойдет авария 200 процентов вы правы вообще без вопросов второстепенной вы по главной дороге без вопросов но у вас допустим есть шанс так как вы уже видите эту ситуацию все таки там перестроиться влево и как бы или пропустить или протормотить то есть у вас есть возможность избежать этой аварии что лучше быть правым или быть счастливым да я так всегда привожу такой пример что важнее помидоры или отношения да то есть допустим ну допустим если это покупки мужу попросили купить какие-то там допустим продукты и он купил не те продукты не такого качества помидоры или зеленые или они мягкие или они вообще там блесневелые или вообще они черри или еще что такое не такие как как ему заказали хотя может быть тоже какие-то моменты не уточнили и люди начинают из-за этого ругаться да вот ты купил не то я тебя просила он вообще забыл купить эти помидоры тоже еще вариант а теперь жизнь на этом же остановилась без этих помидор что вы хотите доказать да вот этот защитный механизм тоже доказать что ты что ты прав а он не прав а он такой тупой и так далее тут мы как раз переходим к следующему всаднику презрения и неуважения то есть у меня вопрос по защитному механизму он же в следующий раз принесет опять плохие помидоры можно сказать и это нормально пожалуйста в следующий раз или пришли мне картинку например да вот очень часто по всему с мужем он не видео или фотки шлет сейчас уже есть такие возможности это же критика это не критика это уже презрение и неуважение во первых нет то что я скажу сейчас про помидоры чтобы в следующий раз как сказать умение признавать как сказать мы говорим и это совершенно нормально каким образом в этот момент в другой момент все вместе засунуть попросить что в следующий раз когда ты покупаешь покупай пожалуйста только 2 килограмма а не 5 или 6 потому что они портятся и ты потом выбрасываешь потому что такая будет реакция обычно я вообще покупать не буду это самое такое легкое да то есть вот этот защитный механизм поэтому здесь правильно донести и объяснить сказать окей я на это не посмотрела в следующий раз я учту и куплю как ты хочешь как ты считаешь нужным и давай мы с тобой договоримся может быть я буду посылать там какое-то видео или фотографии или еще раз там звонить спрашивать уточнять для того чтобы иметь опыт как правильно покупать там помидоры или авокад видим ваши вопросы ответим в конце значит и следующему вот этому усаднику переходим это презрение и неуважение что значит презрение и неуважение это вот когда я должна доказать что ты я извиняюсь дурак то есть именно это нарушает личностные это разрушает личность почему все вот эти вещи они идут к разрыву отношений потому что они уничтожают вашего партнера как личность ты всегда такой презрение и неуважение разрушает ты никто мы даем оценку и самое главное наше здесь такое очень сильное желание показать что я же была права я-то тебе говорила что не надо с ним иметь дело а потом что-то произошло не так я тебе говорила чтобы человек причем начать вот его унизить чтобы он сказал да ты не права а мужчине очень тяжело сказать жене что да ты была права а я был не прав это вообще что-то такое запредельное но что вам важнее унизить и разрушить я всегда прав да конечно а вот и то есть здесь именно очень важно что вы хотите окей вы унизили доказали что вы правы вам что дальше а дальше мы спим повернувшись друг к другу повернувшись к стенке вместо того чтобы как-то можно ночь провести было по-другому в принципе то есть доводить до какого да состояния есть какие-то табу есть табу нельзя унижать человека это разрушает его личность так же как нельзя там довешать ярлыки например с детьми когда мы общаемся и так далее и даже есть такой момент да это мы тоже знаем из сторы что нельзя наказывать ребенка давать какие-то панишменты ребенку когда если ты в гневе да нужно вначале успокоиться обязательно нужно дать какое-то наказание если там доказается ребенка но сделать это только уже в эмоционально стабильном состоянии поэтому вот это что что при зрении неуважения а как нужно нужно уметь выражать свои чувства и потребности вот это то что мы как раз уже говорили про язык маршала Розенберга это еще называется язык жирафа и шакала потому что язык жирафа это почему вообще называют жирафа жираф он такой да сам очень такое высокое животное и у него из млекопитающих самое большое сердце ну понятно кровь качать на такую высоту и если вы понимаете от сердца к сердцу то есть вот самое большое сердце и поэтому ты говоришь с любовью и слышишь как бы тоже своего партнера понимаешь его чувства и за этим понимаешь его потребности а язык шакала такой приземленное и это больше тыкаешь и это все время оцениваешь что вообще по Торе у нас есть разок что нельзя оценивать надо говорить только факты а не вешать вот эти все ярлыки и поэтому выражать что я сейчас ощущаю конечно можно сказать смотри я я планировала я хотела приготовить я не знаю там томатный суп или какой-то сделать там супер-пупер салат и или я хотел наоборот зеленые помидоры потому что хотела их замариновать самые разные могут быть варианты но обязательно подумать что важнее да ближе чем дальше разговаривать и сказать что таким образом я ощущаю что от чего вообще человек больше всего разочаровывается самое большое свете разочарования от чего от ожиданий у меня в голове возникла какая-то картинка а ожидать не сбывшихся то есть у меня возникла какая-то картинка в голове у меня есть какие-то ожидания и они не произошли и я уже такая вся расстроена все это значит выдаю на эмоциональных карт а другой человек вообще не в курсе что у меня были эти ожидания в отношении него он вообще не знает про это поэтому да это когда мы это проговариваем когда мы это говорим то тогда становится это понятно а выражать это нужно от именно первого лица что я ощущаю что я чувствую и возможно у нас будут еще дальше вебинары мы обязательно именно прям сделаем такой вебинар по маршалу Розенбергу по этому языку чтобы как бы отработать эти вещи у нас еще будут сегодня тоже какие-то упражнения мы сегодня как бы по годам у нас есть еще достаточный материал на проведение тренингов здесь конечно у нас такой нюанс что мы это проводим в виде вебинара так как сейчас такая ситуация с коронавирусом и мы стараемся как-то это адаптировать к вебинарам обычно в общем делаем конечно это тренинги когда очень парой сразу это так отрабатывают и я бы очень вам советовала возможно те кто получают записи обязательно поговорите на эту тему потом с вашим партнером и возможно обсудите и спросите его мнение у нас еще будут там вопросы дальше и вообще еще будет в конце у нас очень интересный сюрприз для тех кто будет смотреть до конца погружение в себя такое путешествие в себя вот значит с презрением и неуважением я надеюсь понятно мы на вопрос еще ответим если какие-то есть по этой теме да то есть мы выражаем свои чувства и потребности от первого лица я ощущаю что я чувствую тогда это понятно здесь еще должен такой момент смотрите как только я говорю что я ощущаю что я чувствую другой человек меня слышит как только я начинаю говорить ты виноват ты это сделал ты опять то человек у него нет другого варианта как перейти ко второму всаднику а это защитный механизм и начинается скандал и ссора и так далее потому что так человек тебя может услышать это путь который человек до него может как бы дойти та информация о которой вы хотите ему сказать о своих переживаниях а в противном случае все он просто начинает ходить он защищается и один еще и тоже из видов такой защиты это сопротивление а сопротивление это скажем игнорирование это когда вы значит говорите так нет я хочу все таки выяснить давай поставим точки на вид почему ты опоздал на день рождения там не знаю моих друзей на какое-то мероприятие с моими друзьями почему я хочу разобраться нет я игнорирую это все просто не хочу на эту тему разговаривать обычно можно сказать я хочу спать такое что-то голова заболела да голова заболела я хочу спать и так далее то есть это идет игнорирование это как бы стена человек ставит стену он не хочет разговаривать другой человек от этого еще больше сходит с ума потому что ему нужно обязательно все выяснить реакция должна нужно не выяснить а реакция нужна реакция выяснить разобраться проговорить полночи это же не важно что другому человеку там может быть 6 утра вставать на молитву и потом идти на работу а мне нужно выяснить здесь и сейчас и у другого человека ничего не остается как идет такое игнорирование еще такой момент может быть игнорирование человек не хочет идти домой он задерживается на работе у друзей шоппингом занимается гуляет что угодно делать только не возвращаться домой потому что там вот эти бесконечные какие-то идут выяснения поэтому игнорирование да вот это сопротивление оно два варианта или просто такая стенка и молчим все в себе держим или человек не хочет просто идти домой и здесь еще какие варианты как мы можем это изменить но в первую очередь написано умение успокоить себя и другого постараться это так скажем то что говорит про это эмоциональный интеллект сейчас достаточно такой модный термин и серьезное достаточно направление психологии и как-то справиться со своими эмоциями помочь другому человеку тоже успокоиться и один из вариантов например это вообще прикосновение подойти обнять человека подойти взять его за руку есть такая достаточно известная теория это теория это английский психиатр и он сделал такой эксперимент взяли две группы обезьянок и у одной там висела всякая еда банана что-то такое вкусное а у другой лежала вернее так в одной клетке это одна группа обезьян это одна группа обезьян и в клетке были вот эти всякие бананчики и тут же в другом углу клетки лежала такая трепишная мягкая кукла сделана там из этих одеял и когда им создавали стрессовую ситуацию как-то их пугали все обезьяны бежали к этой к этой кукле к этим одеялам потому что это прикосновение соприкосновение вот это тепло это то что дает нам эмоциональную стабильность это то что нам помогает это то что нас поддерживает и один из таких вариантов когда можно просто в ситуации прежде чем дальше там выяснять может быть просто стоит обнять или посмотреть друг другу в глаза но именно с теплом именно с эмоциональной поддержкой и тогда ситуация может совершенно по-другому повернуться да мы можем к этому подать вообще с другого ракурса и она может измениться также есть какими-то словами проговорить если мы не можем в этот период времени трогать друг друга но главное вот это тепло и любовь смотрите один из основополагающих факторов вообще в отношениях это база это фундамент без этого да без базы без фундамента мы не можем строить там не знаю двадцати этажный дом неважно два этажа двадцать этажей все равно должен быть базис и фундамент так вот базис и фундамент это вера в партнера а откуда мы даже это учим да у нас есть 613 заповедей и у нас нет такой заповеди верить во Всевышнего это в априори если мы не верим во Всевышнего про какие 613 заповедей мы вообще говорим то есть да это база это фундамент если я верю в своего партнера да я ему верю я ему доверяю это фундамента базы и дальше можно строить многоэтажный дом и развивать свои отношения поэтому вера друг в друга это в априори это базисный фундамент для наших отношений и так мы с вами рассмотрели 4 всадника которые ведут к разрыву отношений от которых нужно просто избавиться и забыть про то что вообще это существует это критицизм это когда мы критикуем и употребляем слова все время да такие обобщающие всегда вечно постоянно и защитный механизм это когда или мы нападаем или мы убегаем перекладываем ответственность на другого да ты сам виноват и следующее это презрение неуважения это когда мы обесцениваем другого человека и унижаем его как личность и сопротивление это как бы игнорирование это стена а как а что ведет к тому чтобы я бы еще хотел просто сказать пару слов о том что является общим для этих четырех вещей да для этих четырех вещей является общим идет фокусировка внимания на твоем партнере на том что он сделал что он не сделал какой он такой не такой и так далее да вот в разных представлениях вот в этих четырех так скажем аспектах концентрирование внимания на фокусировка внимания на твоем партнере да а на самом деле во всех этих четырех случаях если вы будете концентрироваться на себе если мы будем концентрироваться все-таки фокусировка внимания на моих чувствах на то что я ощущаю что я чувствую да какие потребности задеты вот этим действием для меня и ты пытаешься донести это до своего партнера не то что он какой-то не такой там да а то что я чувствую по отношению вот этой ситуации это совершенно меняет фокус внимания и тогда не ну можно сохранить отношения сохранить и даже их построить и даже на этой ситуации их даже развить так скажем да да это больно да но можно через это пройдя уже это возникла ситуация можно выстроить что-то можно построить создать развить отношения если мы будем концентрироваться на себе вот это очень важно понять что главная вещь которая объединяет эти четыре четыре вещи концентрация на партнере это не нужно делать надо концентрацию делать на своих чувствах и потребностях как это делать это конечно отдельные нужно делать тренинги и так далее но подожди и но здесь такой момент да то что александр говорит что это партнер это это наше зеркало с помощью партнера мы как раз можем развиваться и мы и мы растем и работаем над собой то есть это нужно вот таким образом рассматривать а и просто еще раз как бы закрепить а как нужно делать да что для того же помогает нам строить отношения коммуницировать развиваться переходить на более глубокие отношения на другой уровень и узнавать и познавать друг друга для этого использовать мягкое начало разговора говорить спокойно уметь признавать ошибки и брать ответственность за те действия которые мы совершили использовать свои речи как можно больше языка что я ощущаю что я чувствую из-за тем среди какие потребности и я хочу сказать что это очень сложный путь это не так вот чак-чак раз и уже все мы например тоже когда начали работать изучать этот язык маршала розенберга мы себе так решили что как только произносит кто-то ты сразу 10 шекелей в коробочку и вот только ты а другой сразу а другой даже не отвечает мы вообще уже все равно что-то сказал сразу 10 шекелей ты все 10 шекелей и у нас вот таким образом даже ну это мы так все решили у кого-то это может быть 50 у кого-то шекелей это не важно но как бы и потом на эти деньги можно пойти в ресторан кафе или что-то там такое интересное купить для дома но очень помогает уже на слове ты заканчивается ссора и какие-то претензии потому что ты это нужно изменить наш муж состоит из трех частей и благодаря лобным долям мы обучаемся и когда мы если мы привыкли как-то вести есть триггер и мы себя ведем таким образом все мозг запомнил и мы так себя ведем чтобы не происходило но если мы его переучим хотя бы два-три раза сделаем по-другому оно уже вы начнете себя вести по-другому и если мы только что-то делаем и что-то запрашиваем я вас уверяю Всевышний тут же отвечает и помогает справиться сделать это в какую-то паузу в нужный момент чтобы совладать со своими эмоциями и так далее что в этом случае как раз еще тоже очень хорошо помогает это умение успокоить себя и другого через может быть телесный контакт обнять за руку и подержать за руку или обнять и посмотреть каким-то приятным темным взглядом и вот тут Рахель пишет абсолютно правильно полностью поддерживаю это смех юмор это вообще замечательная вещь обернуть что-то в шутку вообще как бы да то есть не саркастически и так презрительно смеяться а именно вот такой с радостью смех это вообще известно смех продлевает жизнь и естественно он только улучшает наши отношения и это очень тоже может помочь справиться вот с этими скажем с этими всадниками да так же как есть четыре всадника которые приводят к разрыву отношений да так же самое если человек разумно своим разумом контролирует свои эмоции вот так скажем то что он делает то он может при помощи семи других всадников сейчас секунду одну вещь хотела просто добавить мы сейчас к этому перейдем что есть такое тоже понимание когда мы кому-то что-то высказываем так скажем да вот эта критика что вначале надо несколько вещей сказать что хорошее там это есть такой даже вот как бы закон пять надо пять раз похвалить да отметить каких-то пять хороших вещей которые делают и потом скажем знаешь я бы хотела или там хотела может быть попробовать стоит в следующий раз вот на это обратите внимание вот так тогда это проходит по-другому то есть пять плюсов тогда можно сунуть вот этот один какой-то так скажем минус это то что называется конструктивная критика и я бы хотела немножко тут привести такую метафору такую притчу есть для того чтобы немножко понять вообще что такое ссоры что такое да в наших отношениях ответьте пожалуйста на вопрос почему люди повышают голос когда они находятся в ссоре если есть какие-то идеи можете в чат написать мало ли они как они не почитать и и Да, вообще вот, потому что выходит из зоны комфорта, классный ответ, абсолютно, доказать свою правоту, окей, но доказать свою правоту, что нельзя тить им голосом, и вообще люди находятся рядышком, почему нужно повышать голос, души отдаляются абсолютно правильно, и, да, следующий вопрос, да, почему люди повышают голос, когда они находятся в ссоре, и, да, как бы следующий у нас ведет, а зачем повышать голос, если второй человек находится рядом с тобой, то, что вот я как раз и спросила, да, когда, потому, ну, то, что написали, что-то, доказать свою правоту, и вот в этой притче как раз ученики спрашивают учителя, и он им отвечает, что когда люди ссорятся, их сердца отдаляются, их души отдаляются, и тогда мы кричим и повышаем голос для того, чтобы докричаться до другой души, а когда людям хорошо друг с другом, они разговаривают тихо, спокойно, а если им вообще супер хорошо, такая полная любовь и гармония, они вообще или перешептываются, или просто, даже, знаете, такое понимание, люди сидят рядом друг с другом и молчат, и им абсолютно комфортно и хорошо, вот такое единение понимания, потому что их души очень близко, они вообще сливаются, и не нужно докричаться, да, когда мы ссоримся друг с другом, то есть, да, вот этот один тоже такой момент на повышенных тонах, просто можно задумываться от этим, что как только ты раз повышаешь голос, это значит, раз, души отдаляются. Просто в следующий раз, когда кто-то, например, да, вот начинает повышать, смотрите, мы все люди, я тоже достаточно девушка такая эмоциональная, но стараться как бы, да, это не всегда сразу получается, это все процесс, но, например, из 10 раз, один раз получилось задать себе этот вопрос, да, сделать эту паузу, задать себе вопрос, а зачем повышают голос, это значит, мы сейчас, наши сердца и души отдаляются, и могут так вообще разлететься, как-то шалом, что уже вообще как бы и не соединяться, так зачем мне в этом принимать участие и влиять на то, чтобы они отдалялись, и это поможет, да, как бы сохранить, допустим, нормальный голос, нормальный тон голоса и сохранить внутреннее спокойствие и гармонию, то есть просто вот этот вопрос, когда вовремя заданный, самому себе или самому себе, это нам помогает как раз улучшить наши отношения и перейти на другой уровень. И мы переходим сейчас к следующему такому моменту, есть, да, вот мы уже раз взялись за Джона Бардахая-Готмана, у него есть такие основополагающие вещи, которые помогают строить отношения, которые именно помогают правильно коммуницировать и развивать отношения друг с другом. И у него есть 7 таких принципов. Мы сегодня возьмем только один, да, это большой тренинг, на каждый принцип можно делать отдельный вебинар, мы возьмем сегодня один, но все-таки мы как бы, да, зачитаем все. Он не сам их придумал, опять же, это, как мы вам написали, это исследование, которое вот он проводил, да, где в комнате жили постоянные пары, это много лет продолжалось, и он понял, что есть 4 всадника, которые разрушают отношения. И есть 7 принципов. Так же можно сказать, садников, которые их выстраивают таким образом, да. Первый, постоянно узнавайте друг о друге что-то новое. Это очень фундаментальный принцип, да, любознательности и узнавать друг о друге действительно что-то такое, чего ты не знал, это очень трудно, особенно с годами постоянного такого проживания вместе. Но на самом деле мы как люди, это глубокие-глубокие колодцы, так скажем, но из которых можно черпать и черпать, поэтому там всегда есть что узнать. Второе, естественные нежности и восхищения. Третье, нежность и восхищение, то, что вот Суровея как раз говорила про то, что нужно 5 раз похвалить, да, и потом только сказать, что... Нет, ну мы к нему сейчас вернемся, мы над ним будем работать. Да, третье, знайте точки соединения и будьте внимательны друг к другу в мелочах. Вот это тоже важный принцип, где нужно понимать, где вы действительно вот сходитесь и что вы любите и так далее, где-то принести вовремя кофе или купить что-то вовремя, то, что ты знаешь, что для этого человека важно там какое-то одеяло или какой-то чай, кофе и так далее, да? Знаете, да, я насчет мелочей могу сказать, что мы работаем с парами, я достаточно веду большую тоже практику, какие-то пары мы консультируем вместе, и я задаю такой очень частый вопрос, а зачем вам нужен ваш партнер? Да, ну приходят пары, да, на консультацию, у которых есть какие-то уже проблемы, и человек отвечает, может быть, самые разные варианты. Наверное, он скажет, мне вообще не нужно, я все могу сама или сам, то есть вообще не понимаю, для чего, по большому счету, а очень достаточно часто встречается, что, в принципе, человек может все сам, он абсолютно самодостаточен, себя реализует, все беседа, но, например, есть такая мелочь, что вот он, когда я себя плохо чувствую, он у меня укрывает одеяло, то есть вроде как такая маленькая вещь, или он мне дает какую-то поддержку, это может быть что-то такое действительно маленькое, незначительное, но оно влияет и дает, очень-очень важно, да, по поводу мелочей, какая-то улыбка, тут недавно работала с парой, сложные очень отношения, но что бы ни происходило между ними, каждое утро он готовит жене завтрак и делает кофе, как она любит. Вот это как бы неважно, в каких они контракт, что там происходит и так далее, кофе по утрам, это вот как бы, и даже вроде как это мелочь, вообще какая-то ерунда, что она не может себе кофе приготовить, конечно, может, но вот этот момент с утра, вот этот кофе перед тем, как она идет на работу, это дает ей, это очень много ей дает, да, так скажем, и, например, есть такое тоже понимание, да, разные вообще степени любви, например, вы попросили ребенка принести вам книжку, вы там хотите почитать, и он вам приносит просто книжку, вы просили книжку, другой ребенок принесет книжку и стакан чая, он понимает, что вы читаете книжку, и было бы там, да, приятно еще в это время попить чай, а третий ребенок принесет вам и книжку, и чай, и плед, например, укрыться, да, То есть он продумывает вот такие даже, так скажем, в принципе мелочи. С одной стороны, он может показаться незначительными, но из этих мелочей состоит наша жизнь, и это то, что нас очень-очень поддерживает. Да, четвертое, позвольте влиять друг на друга. Да, мы когда находимся в отношениях, в паре... Взаимодействие всегда, конечно, влияет. Да, конечно, мы влияем, но бывает, что люди как бы строят такую стену и говорят, что он не может дать и так далее. Это похоже на еврейский принцип, что учиться надо от всех, да. Особенно, конечно же, от того человека, который Всевышний Береги отдал в отношениях, да, постоянно пребывать с ним вместе. И надо позволить другому человеку научить тебя чему-то, да, повлиять на твою жизнь. Это тоже некоторые люди тяжело с этим. Пятое, решайте проблемы правильно. Ну, это нужно заходить в этот принцип более детально, конечно, мы не будем останавливаться. Просто есть определенные правила, каким образом нужно разрешать конфликты. Какие вообще конфликты бывают, как их разрешать правильно и так далее. Шестой принцип, умейте разрешать тупиковые ситуации. Ну, действительно, как в шахматах есть вот патовые ситуации, да, когда никуда нельзя пойти вроде бы, да. Бывают такие ситуации у семьи, да, и финансовые, и куда там связанные с учебой, или с развитием, или с работой и так далее. Тупиковые ситуации, их тоже надо уметь разрешать правильно. И успешные семьи, которые выстраивают отношения, умеют это делать. Седьмое, создавайте общие смыслы целой цели и традиции, да, это очень важно. У семьи должен быть не просто общая квартира, там, общий бюджет, а должны быть духовные. Такие более духовные вещи, связанные со смыслами вообще, для чего семья, да, цель, куда мы идем вместе, да, не каждый сам по себе. И такая семья, она является цельной такой, да, и должны возникать уже связанные с этими целями и смыслами, должны возникать традиции определенные, да. Как, ну, есть у нас традиции, там, связанные с Песахом, связанные с тем, как мы делаем какие-то вещи, разговариваем с детьми, да, делаем какие-то общие семейные встречи, там, да, празднуем что-то или не празднуем. Это все вот туда. Ну, это все как бы отдельно нужно рассматривать, этим заниматься. И я, единственное, хотела добавить по поводу, да, что, что Александр сказал, учиться ото всех, кто нас окружает, что, да, да, мы даже знаем эту историю, что мы должны учиться даже у вора. Чему мы учимся у вора? Молиться и не хвалиться. Потому что то, как вор молится, чтобы его не поймали, так никто не молится. И то же самое, он же не будет хвалиться, я вот это, тут вот украл того или это, да, он это не... Поэтому мы учимся у вора не хвалиться и как молиться. А уж от своего партнера мы точно можем найти, как бы, да, каким качеством, каким-то сильным сторонам замечательным учиться у него, увидите. Да, это важно, учиться друг у друга. И еще я хотел добавить очень важную вещь, на самом деле, про которую немножко забыл сказать, что вот эти все вещи, которые мы перечислили, да, это все можно отрабатывать. Над этим всем можно работать. Это все навыки, которые приобретаемые. Это очень важно, потому что кто-то может сказать, не дано мне. Ну, не дано. Я не могу там выстроить такие взаимоотношения, как в этих всех умных книжках написано. Это, да, это все очень тяжело, вот так всегда было, и у меня так будет. Это определенные такие убеждения, которые сидят, конечно, глубоко. Сразу хочу это все разрушить. На самом деле исследование, ну, наука нам говорит о том, и Тора нам говорит о том, Рамам говорит о том, что всему этому можно научиться. Это и есть путь развития своих качеств, развитие своих качеств, самосовершенствования. Это навыки, которые прорабатываются, которым можно научиться. Да, это может быть непросто. Да, это тяжело. Да, это требует преодоления, в первую очередь, себя, да. Но это возможно, и это надо очень четко понимать, что все вот эти семь принципов у Готмана, их семь, четыре, которых нужно избегать, и того же Готмана, и есть очень разные там семь разговоров, которые делает счастливая семья, там, пять языков любви и так далее, и так далее, и так далее. Всем этим вещам, всем этим принципам можно научиться. Это очень важно. Это навыки приобретаемые. Это не что-то, как слух, которого нет и никогда не будет. Все, его невозможно развить, потому что его нет, да. Я не могу отличить ноту ля от ноты ре. Ну, не могу, я не слышу этого. Ну, знаете, как в анекдоте, что человек спрашивает перед операцией хирурга. Он говорит, доктор, а я смогу после операции играть на скрипке? Он говорит, сможете. Он говорит, странно, до операции не умел. Да, это, да, это анекдот, как раз раскрывающий, что этому как раз научиться нельзя, если у тебя нет слуха. Но здесь, да, и операция не поможет, в принципе. Но здесь, как бы, это все без операции, без инвазивных всяких вмешательств, да, все просто... Только желание. Навыки, навыки. Не просто преодоление, работа над собой, но это кайф, потому что, когда ты видишь, как через какое-то время это все действительно дает плоды, особенно в семье, особенно детям, примеры, как они начинают также взаимодействовать, это все возвращается с торицей, конечно. И, ну, здесь вот, как бы, Александр сказал про результат, ну, как бы, можно сделать так, что процесс, в процессе тоже можно получать удовольствие. Нужно, нужно получать удовольствие. И мы сейчас это покажем. Мы займемся принципом сегодня естественной нежности и восхищения. Это тот принцип, который мы решили вот сегодня рассмотреть, потому что люди... Ну, вот у нас в Израиле, здесь не все с Израиля, с других стран, у нас в Баруха-Шем как-то немножко уже начинает входить на нет, да, вот карантин. И все эти там вокруг 100 метров от дома или 500, но и слишком много, да, много времени семья проводит вместе в достаточно замкнутом пространстве. И поэтому это просто очень важные такие вещи, два важных качества, которые помогают, помогут сохранить гармонию, внутренний такой баланс семьи и отношения в семье. Вот одни из них — это нежность и восхищение. И смотрите, у нас будет такое следующее упражнение. Желательно, чтобы вы отвечали на эти вопросы письменно. Или возьмите листочек с ручкой, или, может быть, вы в телефоне будете отвечать, записывать. Здесь следующее задание. Здесь написана идея, да, что это, какой-то, какая-то ситуация, да, какая-то идея. Шесть идей. И нам нужно, да, вот ваше задание, вернее, вам нужно выполнить задание, исходя из этой ситуации. То есть первая идея, да, первая ситуация. У моего партнера есть качества, которыми я горжусь. То есть это вот, да, уже, это как такое положение. И какое задание — написать два-три качества, которыми я горжусь партнером. Идея — это означает, что эта вещь хорошо бы, чтобы она была, если вы хотите, чтобы у вас в семье было нежность и восхищение. А они нужны, потому что это второй принцип, да, у Готмана, который ведет именно к счастливой жизни, да, к хорошим отношениям, к качественным. Хотите качественные отношения, значит, есть идея, что нужно иметь качество, ну, что у партнера есть качество, которое я горжусь. И здесь еще тоже важно такой момент учесть, то, что мы даем вам какие вот эти шесть вопросов, так скажем, шесть заданий, шесть таких ситуаций, это не само собой разумеющаяся история, что вот да, так есть. У кого-то может быть не так, и наоборот, когда у вас это есть, вы должны еще больше восхищаться, что Паруха Шем у вас это есть, у вашего партнера это есть, у вас это, в вашей семье это есть. И потому что это не само собой разумеющаяся. Очень много пар, которые, к сожалению, допустим, из этих шести ситуаций, которые мы вам сейчас будем давать, не обязательно что-то присутствуют. Ну, как раз-таки вот это первая идея, она, может быть, поэтому и первая, потому что она должна присутствовать у всех, но это не может быть, чтобы… Надо обратить внимание, сконцентрироваться, направить свое внимание и найти эти два-три качества. То есть, например, я помню, на тренинге была, который проводила, была одна женщина, как раз я, ну, я там давала такое задание, что найдите свои сильные стороны, то есть, ну, в принципе, сильными сторонами обычно можно гордиться, в общем, поэтому такая аналогия. И она говорит, у меня нет сильных сторон вообще, ничего не умею, никаких талантов, никаких способностей. И здесь… И мы у меня как бы нашли, единственное, что она сказала, что когда я общаюсь с людьми, люди всегда в разговоре со мной улыбаются. Это вообще вау! Я говорю, здрасте! Это же просто супер! Человек, когда общается с тобой, у него повышается настроение. Это дает тоже заряд ему на какое-то время, да, вот эта улыбка. Это супер, вообще супер качество на самом деле. Это очень сильная сторона. Поэтому иногда мы, может быть, не замечаем и это воспринимаем как само собой разумеющееся, но это на самом деле заслуживает очень большого внимания. В этом примере у Суралей этот человек не мог свои какие-то, да, качества, которыми он оградится, сказать. Вот. Но еще сложнее для некоторых людей сказать у партнера, найти у другого. Потому что у себя есть такие упражнения, там пишут прям сами листами, что у себя есть там хорошие качества. Когда начинают писать про партнеров, максимум выдавливают из себя за то же время, там, два, три. А некоторые вообще задумываются надолго. Я ничего не могу. Хотя на самом деле, конечно же, партнер про себя-то много тоже, опять же, пишет, да. Вот. Это обычная ситуация. Про другого нам тяжело. Больше так мы устроены, мы на негатив настроены, да. А вот этого не хватает. Что не хватает? Недостаток, да. Опять же, концентрация. Выходцы из Советского Союза, когда говорят, что Кушнирсик-то очень четко измаян. Не додали, да. Не додали, да. Вот, но здесь как бы именно нужно попробовать вот у другого человека, да, вы замечаете, опять же, фокус внимания идет здесь как раз, когда мы говорим про положительное что-то, да, на другого человека, да, фокус внимания. Это очень важно для вот нежности и восхищения. И здесь такой момент, что, например, те, кто сегодня присутствуют, допустим, люди, которые в данный момент не находятся в отношениях, и, в принципе, даже те, кто находятся тоже в отношениях, это все очень важно и можно проработать просто лично для себя. Какие есть качества, которыми я горжусь сама, вот, сама, да, и написать 2-3 качества, да, в себе, написать 2-3 качества, которыми я горжусь не в партнере, а в себе, это тоже очень-очень важно. Это поднимает самооценку, это поднимает нашу самодостаточность и, соответственно, нашу успешность и то, что называется, да, вот это слово эмоциональный интеллект в том числе. Поэтому вот те, кто, допустим, на данный момент еще не в отношениях, могут это написать просто про самого себя. Так, мы переходим к следующему заданию. Да, хорошо бы написать именно вот эти два-три качества. Вы себе напишите, то есть мы вас тут как бы сейчас в процессе развлекали, объясняли, а вы в это время выполняете свои задания. Сейчас писать не надо, да, это всем писать не надо. Это вы для себя делаете. Вторая идея. Я получаю поддержку в отношениях. И напишите два-три события, где партнер вас поддержал по-настоящему. Смотрите, это я уже немножко про это мы касались, да, говорила про веру в партнера. И вот эти вещи, которые точно не само собой разумеющиеся. Именно что, когда вас партнер поддерживает по-настоящему. Да, я, например, работала там с одной женщиной, которая находится в достаточно серьезном абьюзе, это когда, да, там есть эмоциональный и физический абьюз со стороны мужа. И она мне говорит, что почему она все это терпит, там совершенно страшные вещи, то, что происходит. Она говорит, ну я, родители меня никогда не верили, я от них никогда не получала поддержку. А он меня, да, в какой-то определенной там ситуации, да, в каком-то определенном положении, он меня поверил и он меня поддержал. Один раз. Все. И женщина готова годами терпеть издевательства над собой, только потому, что она получала вот эту поддержку в отношениях, которую, к сожалению, не давали родители, поэтому она на этом так, так скажем, ну, зациклена, так это у нее очень-очень важно. Поэтому получить поддержку в отношениях, это очень-очень суперважно, то есть, да, даже вот в такой ситуации, которую, например, привела. А тем более для того, чтобы строить счастливую семью, да, да, то, что зациклено веру, да, мы верим, и что поддержат, вы знаете, что бы ни происходило, это то, что дают обычно родители тоже детям, что бы ни происходило, я на твоей стороне, я с тобой. И это очень-очень важно. Да, но здесь надо написать именно два-три соревнования, где партнер вас поддержал, да, по-настоящему? Не вы партнера, а именно партнера. Но, причем не общее, а обычно он меня поддерживает во всем, что касается, там, не знаю, работы или в отношениях с детьми, что-то, это вообще меня не интересует. Конкретно, вот конкретная ситуация и конкретно, как он вас поддержал. Просто разговором, просто взял вас за руку и каким-то действием, например, какой-то у вас был проект, вы хотите реализовать, и партнер вас поверил, и даже вот помог, например, материально, я не знаю, да, это могут быть, вы можете разговаривать открыто, например, со своим партнером про все, что с вами происходит там внутри, и делиться. И он вас поддерживает, то есть конкретная история, вот абсолютно конкретно, там, не знаю. Готов посидеть с детьми, например, когда вы уходите там вечером, вам нужно какое-то хобби или какое-то... Ну, здесь больше, чем просто посидеть с детьми, все-таки, я думаю, это именно в отношениях, когда у меня какой-то там, да, вот какая-то сложность, не знаю, поссорилась с подругой, там что-то такое произошло. Муж, может быть, право вы или не право, это вообще сейчас мы это не обсуждаем. Муж на вашей стороне, он с вами, и он за вас. И наоборот, в другую же сторону, то же самое, да. Мужа уволили с работы, право они, не право, может, он действительно плохо работал, может быть, он тоже там немножко такой, знаете, не знаю, лентяничил, опаздывал все время на работу, вы это понимаете, почему его, как бы, там, уволили с работы. Вообще это не важно. Вы его все равно поддержали, да. То есть, пожалуйста, вот вспомните 2-3 события. Если кому-то это сделать сейчас тяжело, да, какой-то темп достаточно быстрый, мы так много даем информации, хочется дать больше, и нужно подумать, вы это, эти вопросы вы можете просто записать и обсудить, это супер будет классно, то, что я вам говорила, если вы обсудите эти вопросы своим партнером. Вы ответите на них, и ваш супруг ответит на них, или супруга, и вы потом это сможете обсудить. Это вообще очень классный повод для такого романтического свидания. Чем заняться? Подожди. Вот он ушел. Сейчас, извиняюсь. И мы переходим к третьей идее. Да, третьей состоянии. Мой дом – это место, где я получаю поддержку и снимаю стресс. Напишите 1-2 события, когда ваш партнер помог вам снять стресс. Конкретно, не абстрактно, а вот конкретно. Пришла в стрессе, там что-то такое где-то произошло, или пришел. Неважно, кто-то в автобусе на ногу наступил, кто-то, наоборот, занял ваше место. Это может быть неважно. Вас это ввело в какое-то эмоциональное, так скажем, такой дисбаланс, да, вышли из внутренней гармонии, состояние. Как конкретно ваш партнер помог вам снять стресс? Может быть, просто приготовил чай, или подал суп, который вы же приготовили, или, не знаю, каким-то звонком, какими-то словами. Кто-то взял за руку, кто-то просто помог, юмор принес, рассмеяться и так далее. То есть конкретно. Так, следующая идея или ситуация. Я могу легко вспомнить то время, когда мы встретились в первый раз. И коротко опишите вашу первую встречу. Ну, здесь как бы достаточно понятно. То есть только вы попробуйте вспомнить, с чего вы были одеты, с чего ваш партнер был одет, где эта встреча произошла в парке, в гостинице, вообще, не знаю, на автобусной остановке. Может быть, это было как-то нелепо и смешно, я не знаю, что-то, у кого-то что-то выпало, рассыпалось, или просто достаточно буднично. Или, да, это был какой-то шедух, вы встретились по поводу шедуха, или на каком-то семинаре познакомились. Это могут быть самые разные, но постарайтесь ее вспомнить, эту историю. Это очень классно сделать друг с другом, да. Вы помните, что вы были одеты в черное платье, а ваш супруг говорит вам, ни фига подобного. Ты была одета вот так. В зеленые. Да, и в зеленые туфлями. Неважно. То есть, да, вот это даже обсудить, вспомнить вот эти вопросы. Ну, я могу предположить, что женщина, возможно, помнит лучше, и она объяснит партнеру, как она была. Но это уже такой момент, да. То есть, может быть, именно вспомнить какие-то нюансы вашей первой встречи, как можно больше деталей. И это вас немножко, да, вот такое тоже почему-то это культивируете нежность и восхищение. Хотя первая встреча могла быть, может быть, не самый нежный. Тоже такой вариант возможен. И вообще иногда люди, которые встретились в первый раз, вау! Никогда больше мне встёшь. Ну, вообще, помогите мне, я не хочу с этим человеком вообще еще где-то как-то пересекаться. Разные бывают. Такие бывают разные истории, это да. А потом, допустим, что какое-то время снова встретились и поняли, вау, это мой звук, это моя пара, это вообще моя вторая половинка. Есть разные истории. Но я бы взяла здесь именно ту встречу первую, когда все-таки возникло что-то, такие положительные эмоции. И чем больше, то есть почему это важно, что это культивирует нежность, да, и восхищение, потому что все-таки мы когда первый раз встречаем человека, который, да, он как-то на нас произвел впечатление. И это немножко нас погружает в это состояние, да, мы таким образом. И потому что каждая клеточка нашего организма, она помнит все состояния, которые когда-либо у нас были. И, да, это помогает немножко, да, зайти в это состояние, так скажем, в это, так скажем, вернуть это состояние. Окей. Следующая идея. Мне есть чем гордиться в наших отношениях. Очень важный вопрос. Напишите две вещи про ваши отношения, которыми вы гордитесь. Это могут быть самые разные моменты. Может быть, потому что вот вы можете с вашим супругом с супругой или супругом обсуждать самые какие-то, не знаю, интимные моменты вообще, то, что внутренние происходит. Я не говорю про интимные, как бы, да, в спальне, а больше как бы то, что внутри нас происходит. Например. Хотя то и то имеет смысл. Или что у вас, например, какие-то есть вещи, которые уже выработаны, да, у вас выработаны, это как-то, не знаю, годами или месяцами, кто сколько живет, которые, например, вы себе, это тоже про ваши отношения, которыми вы гордитесь, что у вас есть какие-то договоренности, и вы их всегда соблюдаете. Например, там, если я наказала ребенка, ты не можешь идти против, там, я говорю, что это плохо, да, и другой, и не можешь сказать, что это как бы хорошо или нейтрально, да, мы всегда поддерживаем друг друга, то, что касается в плане детей, даже если я считаю, что это неправильно, или супруг, мы потом можем это обсудить, но не перед детьми. Например, это могут быть самые разные такие вещи, которыми именно вы гордитесь. Именно в отношениях, не в партнере, не в себе, а именно... А именно то, что вместе когда вы. Да, как вы, например, единодушно вместе принимаете решение или еще что-то такое. У нас тут был такой очень интересный сейчас недавно случай, нашему внуку как раз был день рождения, два годика, и мы были в магазине Ошер Ат, ну, это вот когда сейчас вот этот корона, магазин игрушек вообще все закрыты и так далее, и мы были вот и вот Шаоли Ошер Ат, и у меня муж говорит, надо, ну, давай что-то купим нашему, значит, мальчиков. Мы даже не говорили об этом. Да, ну, как бы, нет, ты мне просто поскал, что-то надо купить, может быть, или конструктор, или машинку, не назвал, потому что ты немножко раньше уже был в магазине, а Чемко же приехала, и это просто обалдеть. Там есть, не знаю, пять или шесть видов такого конструктора Playmate, там есть домики, есть животные, есть еще какие-то, в общем, было много разных видов, очень, этот, мой муж выбрал, а я выбрали один и тот же вид. То есть у меня в тележке было, в него, потому что я, ну, я не знала, что он взял, думала вдруг этот. Мы выбрали один и тот же вариант из этих пяти-шести видов конструктора. То есть, например, да, вот тоже такое, напишите две вещи про ваше отношение, к которому вы гордитесь. То есть, да, уже, ну, ворокошем, живем уже, как бы, этот, кто на кого уже там, где влияет непонятное взаимодействие в этом моменте. Но уже у нас единодушие, что, да, вот это наиболее развивающая вещь, это, которая ему больше всего подходит по возрасту, и для него, наверное, ему больше всего понравится и так далее. Да, мы рулим, например, конструкторов, в которых были там животные, да, не машинки, не домики, а именно вот, ну, так вот мы себе решили. Главное такое было единодушие, например, тоже такая вещь. У нас время достаточно тут тоже как бы идет, поэтому я так, мы идем так немножечко в таком темпе. Вы можете сесть и потом себе спокойно ответить на эти вопросы и очень рекомендую сделать это вместе с супругом. Да, те, кто не в отношениях, отвечая на вопрос, мне есть чем гордиться во моих взаимодействиях, например, это может быть со Всевышним, во моих взаимодействиях с детьми, то есть это просто представляете, да, другой вариант. Между нами существует привязанность. Придумайте сюрприз, который вы сделаете для своего партнера сегодня вечером, может быть, сегодня, например, те, кто вот в Америке, у них еще день, у них есть время, у них вообще еще лакба омер, кстати, с вас лакба омер, кого-то уже с прошедшим, кого-то уже как, еще идет, И те, кто как бы в Израиле или в Европе, это может быть, тогда сделайте это завтра, но придумайте сюрприз, который вы сделаете для своего партнера сегодня вечером. Это может быть самые разные варианты, это может быть какая-то записочка, это может быть что-то приготовили вкусное или купили какое-то, что-то, чего любит ваш партнер, или, не знаю, какой-то квест дома придумали за закатками, да, если кто-то сидит полностью в карантине или куда-то вышли. То есть это то, что вы раньше не делали, может быть, или то, что делали где-то, подзабыли. Главное, что это будет приятно для вашего партнера, вы знаете, что, да, для него какой-то такой, ну, такой приятная вещь. И опять же не забываем, что это шестая идея для культивирования и взращивания нежности и восхищения в своих отношениях. Я знаю, те, кто сам по себе, сделайте сами себе что-то приятное. Это тоже очень классно. Это как раз тот момент, когда научиться любить себя. Один из таких моментов, я вот веду тренинги по, ну, вебинары сейчас по раскрытию потенциала, тоже по повышению самооценки, любить себя, преодоление там страхов и различных блоков. У меня, кстати, он начинается завтра, будет три вебинара по раскрытию своего потенциала. И кому интересно, напишите мне, мы там поставим потом номер телефона, в WhatsApp-группу у меня есть или в Facebook, в Instagram с Ураля Левентов. И мы как раз, я помогаю с конкретной такие практические инструменты, которые мы отрабатываем для того, чтобы, да, научиться получить вот эти навыки. Но те, кто сам, сделайте себе что-то очень приятное. Или что-то вкусненькое купили, или, не знаю, это маникюр, это массаж, взяли, почитали, расслабились, ванну приняли. Это уже вот, как вы хотите, что-то такое придумайте для себя приятное. Главное, что вы сделаете. Мясо, хорошего пожарили. Тоже вариант, да, стейк. С пьем. Хорошо, время у нас подходит к концу, просто действительно мы выходим за рамки, приходится немножко вперед, да. Значит, последний наш слайд такой, после этого сюрприз от Суралея с путешествием в себя. Такой немножко интегрирующий слайд, да, что развитие себя через три типа отношений. На самом деле, все начинается, и база, фундамент – это я, да. Я на всех уровнях существования своего. Это то, что мы сегодня говорили, что надо себя, в первую очередь, любить, надо себя уважать, надо заниматься развитием своих качеств, надо фокусироваться на том, что я чувствую, какие у меня потребности, какие у меня цели вообще в жизни, да. Какое мое предназначение, миссия, да. Какие у меня навыки, а что я умею, да. Мои сильные качества. То есть сначала нужно, конечно, простроить себя, так скажем, соединиться с самим собой, да, уметь собладать, то есть быть вот этим вот всадником, который управляет полностью своими всеми желаниями и так далее. И работать над этим, потому что, конечно, невозможно это, но нужно стремиться к этому и работать над этим, да. И вот этот я, который соединен сам собой, со своими всеми качествами, работать над собой и развивается, и самосовершенствоваться, совершенствуется. У него есть три типа отношений, да. Это со Всевышним, с моей второй половиной и другими людьми. Это на самом деле, если мы посмотрим в Тору, то мы увидим, что там все заповеди разбиты как раз на эти три части, да. Где нету заповедей, которые как-то выходят за рамки вот того, что нарисовано на этом слайде. Вот, это все заповеди связаны или со Всевышним, или с самим собой, или с моей второй половиной, или с другим. Вот, это то на самом деле, для чего мы пришли в этот мир, да. И то, что с нами останется, это наши взаимоотношения. Были такие исследования, как бы о чем человек думает в последние минуты, так скажем, в своей жизни. Опять же, про отношения, про отношения, которые он развил за всю свою жизнь, да. Отношения, которые начинались с родителей, дальше продолжались там с братьями и сестрами, с какими-то родственниками, потом с женой, с детьми, с внуками и так далее. То есть с друзьями, с какими-то соратниками, единомышленниками, с партнерами, да, и так далее. То есть это, 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 это то, что, это то, что пронизывает всю нашу жизнь. Поэтому просто быстренько пробежусь до того, как Суралей начнет свой сюрприз. По тому, что мы сегодня прошли, да. Буду идти только по каким-то убеждениям, которые мы пытались, так скажем, вместе с вами рассмотреть. Первое, это то, что отношения, это самая главная, самая важная вещь и по Тории, и по научным исследованиям, да, Гарварда, психологическим, самым современным. Отношения, это самая важная вещь для построения счастливой жизни. И получения удовольствия от жизни. В том числе и здоровой жизни, получения здоровой жизни. Значит, это отношения. Второе, это навык, которым на самом деле можно и нужно заниматься. Этот навык мы сегодня рассмотрели, что есть четыре всадника, которых приводят к разрыву отношений, и семь, так скажем, всадников, которые приводят к построению отношений. Мы рассмотрели, что много что там можно говорить, но я бы сконцентрировался на одной вещи, что фокус внимания в любой коммуникации, разговоре и так далее должно быть построено на себя, на свои чувства, на свои потребности, на свои цели. И потом уже тогда можно выходить на разговор. Больше концентрироваться именно на себя. Фокус внимания на себя не на партнере, не на его недостатках и так далее. А на партнере больше концентрация должна быть на его сильных сторонах. На то, что он делает для вас на его потребностях, чувствах и так далее. Но там больше должны превалировать именно позитивные такие вещи, да? Как вам приятно с ним говорить, что он вас поддерживал когда, да? И такие вот разные вот эти шесть идей, которые мы рассмотрели. Вот в общем и целом то, что мы сегодня прошли, да, то, что мы сегодня проговорили, рассмотрели. И прежде чем я начнём эту путешествие, я хочу такое немножко тоже ещё вот подвести итог и сказать, что одна из таких базисных и главных вещей — это уважать друг другу и быть благодарными внутри себя, что у вас есть этот партнёр и тот, который рядом с вами, и что он есть в вашей жизни. Если вы ощущаете, да, действительно внутри себя, что вы благодарны Всевышнему за то, что именно этот партнёр находится рядом с вами, что он есть в вашей жизни, то это такое самое большое чувство, которое, я думаю, что это даёт вот это ощущение тоже, возможно, счастья, гармонии. И это тот фундамент, база, когда мы можем дальше настраивать, да, этажи и улучшать свои жилищные условия, так скажем. Это очень-очень важный фактор. То есть когда ты смотришь на своего партнёра, самые разные какие-то есть истории, но ты при этом внутри себя чувствуешь, какое счастье, что этот человек находится рядом со мной. То есть это такой тоже базисный такой фундаментальный, так скажем, такой момент. Теперь я хотела бы, чтобы вы заняли все удобное положение. Уберите всё, что вам мешает. Просто займите удобное положение. И расслабьтесь. Кто-то, может быть, сидит на стульчиках, кто-то на кресле, кто-то лежит на кровати. Самые, как бы, такие разные удобные условия. Главное, чтобы вам было комфортно. И сейчас у нас такое предстоит интересное путешествие. Позвольте себе почувствовать, как ваша спина соприкасается со спинкой стула или кресла. Позвольте себе почувствовать, как ваши руки соприкасаются друг с другом. Или они соприкасаются с камней вашей одежды. Или с подлокотниками. Обратите, пожалуйста, внимание и почувствуйте тяжесть ваших украшений, очков или головных уборов, часов на себе. Обратите, пожалуйста, внимание, как подергиваются веки глаз, как расслабляются мышцы рта. Обратите, пожалуйста, внимание, как двигается ваша грудная клетка. Обратите, пожалуйста, внимание, на ваше дыхание. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И как приятная и тёплая волна проходит по всему вашему телу. Сверху вниз и снизу вверх. И сейчас я предлагаю вам отправиться в удивительное путешествие. Вспомните, пожалуйста, какое-то место, в котором вам хотелось бы побывать. Какое-то очень уникальное, очень интересное. Может быть, вы видели когда-то картинку в книжке, в интернете, по телевизору, в кино. Просто слышали про какое-то очень интересное место. Представьте себе его. Какие там цвета присутствуют. Это место на природе. Или, может быть, это какое-то место в помещении. В каком-то замке с камином. Или это на природе, в горах. Или у воды, у моря, у озера, океана. А может быть, просто в лесу. Может быть, в парке. Или какое-то очень-очень красивое место, где всех разных самых цветов, растения, деревья. Вода какого-то необыкновенного цвета. Просто представьте себе это место. Да, это такое ваше место мечты. Что-то красивое и уникальное. И обратите внимание на то, как он там дышится. Как вы двигаетесь. А что вы смотрите. Что для вас что-то любопытное, что-то интересное. Что-то восхитительное. Какие ощущения, какие чувства у вас возникают в теле. Где они возникают. Может быть, в груди или в голове. В руках или в животе. Всех по-разному. Просто что это за ощущения. Какое-то легкое покалывание. Тепло. Какая-то волна. Просто что-то там такое. Какие-то такие необычные ощущения. Но вы понимаете, что когда вы чувствуете таким образом, это состояние какого-то восхищения и удивления. Такое может быть даже где-то блаженство. Потому что как бы это сбылась ваша мечта. Вы находитесь в том месте, в котором вам очень давно хотелось побывать, а вы никогда не были. А может быть, это то место, где вы давным-давно были, а вам снова очень-очень хотелось снова там оказаться. И у вас сейчас есть такая возможность. Теперь посмотрите наверх. И вы видите облака. Которые плывут по небу. Они самые разные и причудливые формы. И вот вы видите какое-то одно очень изумительное, интересное облако. Какое-то очень интересное фигуро. Спускается плавно к вам. И подплывает к вам. И вы можете сесть в это облачко. И оно вас укроет, укутает. Такое теплое, пухумбое одеяло. Такая перинка. И это облако медленно снова поднимается вверх. И вы сможете, благодаря ему, оказаться в том месте, где вы впервые увидели своего партнёра. Когда к вам пришло осознание, что это именно ваш партнёр, что это именно ваш человек, что это что-то такое ваше и родное, как он или она выглядели, чего были одеты, о чём вы, с чего вы начали свой разговор, на какой встрече, сразу или через несколько встреч, вы осознали, что это именно ваш партнёр. И что вам хочется с этим человеком прожить до 120-ти и растить с ним своих детей. Вспомните свою первую встречу. Куда вы пошли, где вы гуляли. Или, может быть, вы просто сидели где-то на скамеечках или на креслах или где-то в отеле. Как вы смотрели, смущались, не смущались, волновались? Какие чувства у вас возникали? Какие чувства у вас были внутри вас? Сколько вопросов у вас мелькало в голове? Или сразу пришла ясность и осознание, что то, что нужно, это моё. Попробуйте на себя посмотреть глазами своего партнёра или партнёрщи. Как он воспринял вас, когда он впервые вас увидел? Как вы предполагаете, какие у него могли возникнуть мысли? Просто попудьте в этом состоянии, когда, конечно же, в это время это то состояние, такой романтический период, когда восхищение и нежность очень сильно превалируют в наших отношениях. И иногда оно немножечко с годами уходит. У нас сейчас есть уникальная возможность снова активировать вот эти чувства вот этого состояния нежности и восхищения и сохранять это, пользоваться этим каждый день. Что бы вы ни говорили, как бы вы себя ни вели, если вы будете смотреть на своего партнёра с нежностью и восхищением, это однозначно будет ему передаваться. Он также будет смотреть на вас. И просто ряд каких-то разных ситуаций он нейтрализуется только от того взгляда, когда вы сможете с нежностью и восхищением. Попробуйте себе это представить. Какая-то ситуация, какой-то разговор. А вы смотрите на своего партнёра тогда слегка мечтательна к такими влюблёнными глазами с нежностью и восхищением. Когда мы встречаем и видим человека, который влюблён, это сразу чувствуется, эта энергия передаётся другим людям. Это сразу ощущаете. У других тоже повышается настроение, потому что человек в таком приподнятом, у него много приподнятого настроения, у него много энергии. Он излучает вот это такое состояние приятного возбуждения, так скажем. Попробуйте представить, что вы выясняете отношения, глядя на партнёра с восхищением и нежностью. Как долго вы будете выяснять отношения и чем это закончится? Просто посмотрите, как это выглядит со стороны, как вы двигаетесь, какое у вас выражение лица, какой у вас тон голоса. Обратите на всякие разные мелкие детали, внимание. Возможно, что-то вспомните или узнаете новое о себе или о партнёре. Возьмите это себе на вооружение. Сейчас мы можем снова вернуться с помощью нашего облачка в то уникальное, какое-то очень красивое место вместо вашей мечты. Ещё раз посмотреть, всё, что там находится вокруг. И затем вы вернётесь на свои стульчики, на свои кресла или диванчики. Вы снова можете почувствовать своё тело, руки, ноги. И, открыв глаза, вы обязательно улыбнитесь. У вас есть столько времени, сколько вам необходимо. Я открыл глаза. Вы обязательно улыбнётесь. Спасибо. Я, к сожалению, не могу вас видеть. Немножко так достаточно сложно делать такие медитации при закрытых экранах. Но я надеюсь, что все вернулись из этого уникального такого интересного путешествия. И теперь, какие есть вопросы, будем отвечать. Да, я хотела бы напомнить, что вам поблагодарить, во-первых, за прекрасный, действительно, тренинг. И подсказать, что те, кто хотят задать вопросы, они в чате могут написать вопрос или у себя же поставить такую опцию поднять руку. Да, это да, это микрофон. Да. Ну вот здесь уже есть вопросы. Хорошо бы проработать, как давать конструктивную критику паровую галю Коэну. Окей. Ну, это на следующих можно, да, как бы вебинарах это сделать, разобрать эти вещи. Все, за один вебинар невозможно. Да, просмеяться мы там уже говорили. мы уже говорили. Да, вот люди, не имеющие паровую галю, как вы говорили. это я уже говорила. Вебинары завтра. Вот напишите мне по WhatsApp в группу, да, вот вам Ахова Шикра дала номер телефона, и я тогда вас подключу и пришлю вам всю информацию. Да, еще те, кто звонят. Да, семинар подходит для людей без пар, потому что в первую очередь для того, чтобы строить здоровые отношения, нужно быть самой здоровой личностью, так скажем, да. Поэтому, к сожалению, мы все родом из детства, и у всех есть какие-то нюансы в взаимоотношениях с родителями, с близкими, с подругами, и так далее, да, где-то такие, да, у кого-то своя история в прошлом, и так далее, поэтому есть любому человеку, и мне, и моему Божу, и всем есть чем, как бы, над чем работать, так скажем, да, мы растем, и самосовершенствуемся. А тема по нахождению партнера есть, есть так, во-первых, есть тут два ответа, это, есть такая техника, можно сделать, сейчас я в данный момент не делаю такой вебинар, но может, если наберется группа, можно будет сделать, это как помочь, это через ценности осознать и понять, действительно, что для меня важно, и таким образом, да, как я могу притянуть партнера, который, с которым вместе мы будем реализовать определенные ценности через действия. один момент, то, что есть еще такой курс, который для людей, которые находятся в шедухе, или вот как бы только-только поженились, есть такой курс, это 10 занятий, этим занимается моя дочка, она психолог, и коуч, и семейный консультант, и подготовка там, невест, да, Кала, она здесь живет, в Кириоцефере, три языка, русский, английский, иврит, и есть специальный курс, который именно помогает разобрать все, все очень-очень четко по пунктам, для того, чтобы понять, кто мне нужен, и самое главное разобраться, кто я. Тогда мы можем уже идти и искать правильного партнера, и чтобы иметь, да, проработать лучше до этого и иметь изначально здоровое отношение. Вот, если кто-то хочет что-то написать, что он для себя получил, какой-то отзыв, будет очень-очень приятно. Спасибо, да. Проходят ли ваш семинар для людей без парок? Так я только что ответил. Это по нахождению партнера? Нет, людей без парок, каждый работает над собой, над своими качествами. Да, да, я сказала. Рахель пишет, спасибо, получила, как всегда, что-то новое, очень важное для моей работы. Все, там лично, окей. Ваши планы с нашей сегодняшней группой? Ну, это зависит, как бы, да, от организаций Микца Артс, они вот, как бы, этим занимаются, и огромное спасибо организаторам, Раву Уману и Ахуу Шифру, то есть, как бы, если народ, я так понимаю, что если народ хочет, то тогда мы будем уже делать, будем делать продолжение, немножко оно будет чуть-чуть по-другому выглядеть, будет больше отработки, да, это как бы было первое занятие, понять, насколько это важно и интересно людям, и если запишется достаточное количество людей, то мы немножко сделаем более практическим, есть такие функции и возможности в Зуме, что прям мы могли наблюдать, как вы отрабатываете, да, с заданиями, с домашними заданиями, то есть будем вести группу от вебинара до вебинара, чтобы действительно был этот результат, то есть это зависит от вашего, так скажем, желания, почему по окончании медитации я плачу, но я думаю, что были затронуты какие-то важные, такие струны вашей души, какие-то моменты, которые открылись, то есть однозначно, что когда человек плачет, он открывается, и что-то происходит, какая-то определенная работа, которая помогает вам перейти на другой уровень, я бы это с этим так связала. какие есть еще вопросы? Окей, ахова никто не поднимает, там руку, все, тогда мы как бы этот… пока что вопросов я не вижу, либо стесняются, либо долго пишут, я думаю, что в принципе у людей, у которых есть вопросы, они могут написать мне тоже в личные, я тогда передам, и на дальнейших семинарах или вебинарах мы тоже можем их рассмотреть, как варианты тоже. Так что… Всем огромное спасибо, было вас на расстоянии, но очень приятно ощущать, на самом деле, это пространство, где мы все вместе находились, разбирали эти вопросы, очень важные для существования каждого из нас, наших семей и вообще всего еврейского народа и вообще всего человечества. Я думаю, что такая атмосфера была достаточно тоже, вот ощущалась другая атмосфера, мы уже делаем несколько вебинарах, да, и на разные страны, но здесь какое-то такое… Это такое на расстоянии, но такая очень даже гармоничная атмосфера. Спасибо, спасибо большое. И это, конечно, очень большая заслуга организаторов. Спасибо. Спасибо огромное. Ах, ну, кто-то написал, правит ли, но я этого не вижу. Это, видимо, видишь только ты, или, я не знаю, это может быть тебе, может быть. Все то, что идет в общий чат, нет, 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 в общем чате. Лично здесь я ничего не получала. Окей. Все, всего доброго. Огромное спасибо всем за участие, спасибо, что присоединились к нам. Еще раз огромное спасибо Александру и Суреле, клиентов. Было очень приятно. Очень приятно. Всего доброго. До свидания. Очень действительно прикрытие тренинги. Очень стимулирует. Огромное спасибо. Всего доброго. До свидания. Да, и вы молодцы. Очень долго все высидели. Да, спасибо вам, что вы с нами были. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.